Доклад на тему анатомии в творчестве Микеланджело. Не прекращаются дискуссии о том, что такое медицина, наука или искусство, полагая, что этот спор уже давно разрешил Николай Яковлевич Чистович. Он сказал, медицина одновременно и наука, и искусство. Медицинская наука дает знания патологических процессов, ищет путей, как содействовать наиболее благоприятному их течению. Медицинское искусство заключается в умении применять у кровати больного знания, приобретенное медицинской наукой. Медицинская наука непрерывно развивается, и врачу, чтобы не отстать, надо непрерывно следить за ее успехами. Точно так же и медицинское искусство требует непрерывного упражнения, и чем больше работает врач, тем опытнее становится, и делается совершеннее. Неудивительно, что истории медицины и искусства переплетены. Всем давно известно, что в эпоху Возрождения люди под грифом секретности старались познать удивительный мир анатомии. Такая скрытность была из-за того, что католическая церковь запрещала расчленение человеческого тела, считая его божественной тайной. Хотелось бы отметить очень известную личность, о которой пойдет речь. Никеланджело Бонаротти – итальянский скульптор, художник, архитектор, поэт и мыслитель. Один из крупнейших мастеров эпохи Возрождения и раннего барокко. Его произведения считались наивысшими достижениями искусства Возрождения еще при жизни самого мастера. Свои открытия художник символически изобразил в росписи свода Сикстинской капеллы. Сикстинская капелла снаружи представляет собой ничем не примечательную церковную постройку XV века на территории современного Ватикана. Однако в стенах, облицованных песчаного цвета камнем, заключены истинные жемчужины эпохи Ренессанса. Работы Никеланджело, Сандра Батачелли, Петруджио и Доминика Герландо. Вне всякого сомнения, картины и скульптуры Никеланджело говорят о том, что он хорошо знал устройство человеческого тела. Но не нужно забывать и то, что творец посвятил много времени расчленению человеческих трубов. Настоятель Флорентийской церкви Санта-Сиприта предоставил его в распоряжении нескольких помещений для этой цели. В то время такая деятельность была незаконной и каралась смертельной казнью, если не была санкционирована гражданской властью. Вдалее от людских глаз, Никеланджело не мог таким образом спокойно препарировать головной мозг и изучать его. Свои открытия художник символически изобразил в росписи свода Сикстинской капеллы. Самая известная сцена «Сотворение Адама» зашифровала в себе очертания человеческого мозга. В правой части изображающей Бога с ангелами в облаке, простирающего руку к Адаму, ученые, присмотревшись, увидели анатомическое изображение человеческого мозга в разрезе. Некоторые искусствоведы решили, что это просто совпадение, но ученые утверждают, что Никеланджело вряд ли мог написать такое случайно. Первое, что привлекает внимание, это полозеленые туники, представляющие собой позвоночную артерию, поднимающуюся по спирали в направлении оборолевого моста. Потом внимание перемещается на вытянутую ногу в основании картины. В ней можно увидеть переднюю и заднюю часть гипофиза. Нога ангела была не пяти, а двупалой. Потом различаются формы, напоминающие артериальную борозду и латеральную трещину большого мозга, разделяющую лобную и теменную доли. Символизм этого изображения очевиден. Адам получает дар от Господи Бога. Среди росписей Сикстинской капеллы есть еще одна фреска, изображающая Бога, в которой также содержится зашифрованное изображение мозга. Исследователи отметили, что изображение грудь и шеи Бога имеет некоторые анатомические искажения, в которых нет ни одной человеческой фигуры. Ведь если совместить сканированное изображение человеческого мозга со странной шеей Бога, то можно увидеть, что контуры обоих рисунков почти полностью совпадают. В то же время странная полоса из ткани, свисающая до середины одеяний Бога, весьма похожа на спиной мозг. Расчетеры утверждают, что великий художник написал на отдельных органах человеческого тела и в иных местах на сводах той же Сикстинской капеллы. Например, человеческие почки, расположив их в неприметном месте. Но если в предыдущих изысканиях про мозг есть что-то визуально логичное, то с почками как-то все более притянуто за уши. Надо очень постараться и пофантазировать. Хотя известно, что Микеланджело страдал мочекаменной болезнью. На преске «Сотворение Евы» Микеланджело с помощью анатомических аллегорий показывает момент, когда Бог вдохнул жизнь в Еву. Есть непримечательность в две детали. Первое – это одеяние Всевышнего, которое не подчиняется законам гравитации выглядит раздутым изнутри. Очертание этого одеяния – точное очертание легкого. Вторая деталь – это необычное дерево, без листьев и со странными утолщениями, у которого спит Адам. Это дерево представляет собой трахею. Все творчество Микеланджело проникнуто щелями душу и символизмом. Специалисты знают, что его произведения таят в себе бесчетное количество загадок, непроясненных до сегодняшнего дня. Такими они, возможно, станутся и навсегда. Но совместимы ли предположения о том, что в очертаниях мозга Адам получает от Бога дар разума жизненной философии самого Микеланджело? Очевидно – да. Спустя 450 лет после его смерти специалисты все еще ломают голову над расшифровкой всех символов, которые он ввел в эту фреску. Но в этот раз данная веса приоткрылась над тайным посланием, но мы не знаем наверняка, какие загадки в себе хранит Сикстинская капфелла.